Доброе утро, дорогие телезрители! Мы очень рады, что вы включили именно наш канал и встречаете утро вместе с нами. Вас приветствует утренняя программа Кокщенуры. И сегодня в студии я Юрия Бердиенко и моя очаровательная соведущая Жансая Кайпова. Мы подарим вам позитивный настрой и пусть он не покидает вас в течение всего дня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДомаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще Колено Один Туф! Два, три, четыре, пять Шесть, семь Восемь Шесть По два Оп Еще Два. Последний. Это. Чего? Семь. Семь. Хорошо. Шесть. Пять. Отлично. Четыре. Три. Руки работают. Два. Один. Открытый шаг. Выдох. Рука. Еще, еще. Локоть. Полукроу. Ху! Выдох. Еще, еще. Три. Два. Хорошо. Открытый шаг. Последний. Вдох. Выдох. Еще. Опускаемся вниз. Берем гантели. Пошли. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Последний. Тяга. Работаем. Раз. Выдох. Два. Выдох. Три. Выдох. Четыре. Еще. Пять. Выдох. Шесть. Выдох. Семь. Выдох. Восемь. Выпрямились. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Раз. Молодцы. Два. Еще. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Другую. Раз. Хорошо. Два. Три. Четыре. Отлично. Пять. Шесть. Семь. Последний. Тяга. Работаем. Раз. Два. Три. Четыре. Еще. Пять. Шесть. Семь. Последний. Восемь. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Еще. Выдох. Три. Два. Локти. Работаем. Раз. Хорошо. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Сюда. Раз. Выдох. И вниз. Раз. Выдох. Два. Выдох. Три. Выдох. Колени в стороны. Держим спинку. Четыре. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Последний. Опускаем гантели. Делаем вдох вверх. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Руки в стороны. Собираем лопатки. Округляем спину. Выталкиваем корпус вперед. Опускаемся вниз. Раз. Два. Три. Подъем круглой спиной. Раскрываем плечи. Ножки вместе. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Итак, первый вопрос Викторины. Кто является отцом-основателем всемирной паутины? Я не екіншістер герналған сұрағымыз. Халамдур, Кайда. Я не кашан жарых көрді. Бізге хабарласыңыздар. Бізге хабарласыңыздар. Бізге хабарласыңыздар. Керемет сұлылықтарға ебол аласыдар. Байландусын өміріміз. 25, 21, 22 аулай. Бұлсы ары-ғарай жалғастырамыз. Біз бен бірге болыңыздар. Студияда тек қана. Біз бірге болыңыздар. Бізге хабарласыңыздар. Добро пожаловать в студию. Как вы играете? Я играла три, вторая классика. Я играла в игре. Я играла в игре. Я играла в игре. Я играла в игре. и я был в городе и я был в городе. Я еще и был в городе. Я был в городе детского творчества, что я был в городе, и я был в Гитаре. Я был в городе. Привет! Спасибо, Адиль. Марк, расскажи, пожалуйста, о своем интернет-бизнесе, и с чего все начиналось? Здравствуйте, телеведущий, добрый вечер зрители. Началось все около 15 лет назад. У меня с родителями семейный бизнес. Они начали заниматься бытовой техникой поначалу, то есть открыли небольшой отдел, позже их бизнес начал расширяться, со временем они достигли своего магазина, но в данное время мои родители стоят в ЦУМе, на первом этаже, у них один из самых больших отделов тоже. После чего я задумался о том, что открыть свою интернет-страничку, для того, чтобы также помогать родителям и продавать тот же товар. На данный момент у меня на странице около 14 тысяч подписчиков, я каждый день продаю товар, развожу его по городу, доставка у нас по городу бесплатная, ну в этом и заключается основное. А в чем смысл названия интернет-магазины? Почему нет Just Presence как штал? Ну так какового смысла нету, я учусь на переводчика, Just Presence как штал переводится как просто подарки в как штал. Спасибо, Марк. Спасибо большое. Я не знаю, что я не знаю. 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 Я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Конечно. Человек в Инстаграме видит фотографию. Его привлекает именно первое впечатление у него складывается по фотографии. Только фотографии или видеозаписи есть какие? Есть и видеозаписи, и фотографии. Видеозаписи также ведется на профессиональные камеры. Накладывается музыка специальная. А сколько лет уже функционирует интернет-мейер? Больше года, около двух лет. И за это время 14 тысяч? Да. Ну, полтора года где-то 14 тысяч. Сколько в рамках нашего города реально можно набрать подписчиков? Ну, этот аккаунт, он бизнес-аккаунт. То есть, у меня сидят люди, которые именно заинтересованы в моем товаре. Поэтому, около 30 тысяч подписчиков, я думаю, вполне реально. За два года. До 30 дальше он пойдет? Нет, почему может пойти, но у нас город не такой большой. А деле, какого количества у тебя подписчиков сейчас в инстаграме нет? Две тысячи. Две тысячи, но это постепенно развивается? Это около пяти месяцев, да. Где-то пять месяцев назад у меня было около 300 человек. Сейчас где-то около двух тысяч. То есть, где-то две, так получается, 1700 набралось за два месяца? Да, за пять месяцев. А, за пять месяцев. То есть, в принципе, нормально показать? Ну, неплохо, да. В принципе, я этим не заинтересован, потому что я не продаю никакой товар. Я просто для себя записывал какие-то видео. А ты планируешь дальше как-то развивать интернет-страницу в том плане, чтобы она приносила какие-то дивиденды? Ну, для того, чтобы она приносила хорошую прибыль, нужно большое количество подписчиков. Я думаю, сейчас это стало популярным, что люди обращаются с просьбой прорекламировать что-то. Но пока в планах такого нет. Ну, я не знаю. Посмотрим. Ну, что же, спасибо, дорогие гости. Но я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы ждем ваших звонков и правильных ответов в наш телефон 252120. Но мне бы хотелось еще раз напомнить вопросы нашей викторины. Итак, первый вопрос. Когда и где появился интернет? И второй вопрос. Кто считается отцом-основателем всемирной паутины? Ну, сейчас, я думаю, стоит посмотреть очень поэтическую рубрику, одно из самых, наверное, поэтических. Тур сайтасы, месе мен келсеемін. Олы болса, нызарларыңызға кересайдарымызу сынамыз. Сен менің жанарымның ішіндесің, жанардың білесің қой күшірмесің. Ишіне жанарының сақта мені бүрелер көленкесін түсірмесің. Сен менің мұна тылсым кеудемдесің, білесің кеудеме шықым тенгелмесің. Кеудене зынданыңа салып сақта бүрелер көкпар ғылып өнгермесің. Сен мұна тілімдесің, өнімдесің, білесің қой тілімнің бүлімбесің. Сен мені өнің еқос тіліңе тұт, өнім үшіп үш күртіл тілімбесің. Сен мұна менің алып басымдасың, білесің еш кімді оны басым басын. Сен мені өз басыммен бірге қорға бүрелер зұлымдығын асырмасын. Сен менің мұнымдасың, білесің, мұным жатқа бұйырмасын. Мұнымның бір жеріне жасыр мені қиылсың, өмір солай қиылғасын. Мұн үшіп 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 Многие интернет-магазины проводят конкурсы. Ты этим занимаешься как-то? Да, я также давал начальный старт своему инстаграм-аккаунту. У меня на моей страничке проходило около 8-9 конкурсов. То есть мы разыгрывали от крупной бытовой техники, сертификатов на 10-20 тысяч до небольших подарков, фоторамок и так далее, маленьких подарков. Конкурсы заключаются в том, чтобы люди подписывались, делали репост записи, после чего в назначенное время, в назначенный день проходит розыгрыш. При помощи генератора случайных чисел выявляются победители, и мы вручаем подарки. Спасибо, Марк. Это было очень приятно. Это было очень приятно. Я иначе проходит вхлопадах обоих детей, в истории 10-19-20 тысяч. Я ищу свою базу. Я участвую с этим, которые песня по-элементам, по-элементам, по-элементам. Я участвую с этим, что люди не выводят. Все, что человек не участвует, выглядит очень важней. В этом году я участвовал, что они участвуют. В этом году они используются много людей, которые участвуют. Я не хочу. Обязательный аморский аморский истинный аморскийIS Вы можете сказать тебе о ночном. Да ладно. Игорь Негода Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 по рельсовой дороге из царского села в Павловск. 9 октября на всеобщей почтовой конференции 1874 года в Берни был учрежден Всемирный почтовый союз, ныне имеющий статус специализированного учреждения Организации Объединенных Наций. В 1940 году 9 октября родился Джон Веннон, английский музыкант, певец, композитор и один из основателей группы The Beatles. ДЖАНСЫЯ НАШ КРУГА ЗОР СТАЛ ДЕЦВЕТЕЛЬНО ШЕРЕ? Я, Тұрсайдас ер, олай бұлса, сұхпатын сарыға жалға стырайық. Кенешто, продолжу. Адел басы жерде, өзіне сұрақ көліңге бұтыр жалпы, сенің отбасыңда, сенен басқа атағы гитара да жалпы, өнер жолында жүрген адымдар бар ма? Әрине бар, бұл жағы іс әкемнен басталды, әли есімде, бала кезімде, ауылда тұрған кезде, өл уақыттарда, тоқты өшіретін кездер өте жиі болатын, сонда әли есімде, Майшамның жарығымен әкем гитара ойна отырады, әжем шамшының әндерін айтады, сонда бұл әндерді, мен өте жақсы білем, әлді, әлді, қонақта отырған кезде, әжелеріміз, тәтелеріміз, ескендерді айтып атқан кезде, мен де қосыламсын да, сен оларды қайдан білесін деген кезде, мен әжем қолым көтеріп тұрады, мен өреттім деп олға. Қазірге кезде әжем мен өнерімме өлкен үсептігін тегізді деп айта алам, екен бала кезден ауылда онында көп мүмкіншілік болған жоқ, мысалы мектепте, тек дұғым біра үрмесі ғана боладың. Сонтан әжем мені зеренді аудандық орталығына сол жердің мәдениет дүйіне апарып жүретін, сол жерді мен алғашқы вокал сабақтарын алдым кейін, сол жерде көркем өнерпаздар байқауына қатса бастадым. Атыдан бала қалған өнерді сонғай. Өкіншке орай анамның музыкаға қатсы мүлдем жоқ, бірақ менің ісімді барынша қолдай тәремінен, сол үшін үлкен алғысымды білдірем, бірақ анам өкіншке орай не ән айтып, не аспап шертпейді. Жақсы айтыл жалпы осы көкше өңірінде тағы қанда жастарды білесім? Инстаграм арқылы сен сияқты кәверт сүріп, атақты болып жүрген? Инстаграм желісінде қазір көкше тауды өте көп негізі әншілер. Қалақ кішкентай болғаннан соң оларды тек инстаграм желісінің шек арасында емес, үшінай өмірдеде олар мен таныспын, мен үшін өлмейін көкше таудың емін бір танымалы әншілерінің бір аз қарашым кеп айталам. Қайырлы мен бірге біз бір мұғалымынен бала кезден вокал сабақтарын алып жүрдік, қазірге кезде қайырлы да тойдың жылдызды болып жүр баршағыңыз білесі. Көп енді айта берсен, үйкені қазірге таңда вокал мен, музыка мен айналысып жүрген жастар өте көп, сәйкесінші олар да сонда ебір танымалы әндерді өз парақшаларына саалады, адамдар көбейді. Жастардың қайда жүргенің, нестеп жүргенің барлығын біліп отырамыз. Жалпы сені де жақында көкшітауға енді ғана кергенін біреміз. Солдыға әткетсен. Жас басталмас бұрын мамырдың аяғында бір достымыз аңдады. Бір жұмыс бар. Бұрабайдағы дисковер ойын сауықтыру орталығында ойымдастыру шекерек. Күн сайын консерттерді жүргізетін. Баллардың демалыстарының күндізгіп толығы мен күн тәртібін жазып беретін адам керек деген. Сол кезде мен 26 сүнгіні сол жерге кетіп қалаға 42-нің ортасына ғана оралдым. Түрт ай сол жерде болдым. Жаз бойы сол іске беріліп кеттім. Шыны керек өте оны ады. Үлкен рахмет жаған достыма өзінің кемесі үшін. Үлкен тәжіребе алдым сол жерден. Жүргіз ұшыретінде көні өнер жолында жүргенінен кейін форс-мажор дейдіғы. Көрмеген жағдайлар өте көп болады. Сол жаңа жағдайлардан амал үздеп табу үлкен шіберіліп деп есіптейм, үлкен тәжіребе алдым. Әрине мен де көптеген көрдім. Көптеген жаңалықтар өзіңге көптеген таңсық болған сияқты. Жалпайдер мен қателіспесе, өзіңнің мамандығың өнермен байланысы жоқ. Өнермен байланысы жоқ. Мектепте оқығын кезде техникалық бағытты таңдадым. Физика-математика бағыттын. Және де оқуға түскенден кейін сол бағыттағы пәндерден таңдау керек болды. Олтық бұрынға әйтістіліп, физика пәнін таңдағаннан кейін музыканың ешбір қатсы жоқ. Сондықтан техникалық бағыт болды. Спасибо, Ариль. Ребята, расскажите, чем вообще еще занимаетесь, кроме того, что раскручиваете себя и свой аккаунт в Инстаграме? Марк, вопрос такой к тебе. Какие-то параллельные проекты есть помимо Джаста? Да, также есть еще одна страничка в Инстаграме. Называется она Авкокштал. Мы ее открыли с моим братом. Там мы освещаем людей последними событиями жизни города, новостями, ДТП и так далее. А в чем концепция вообще? Только вот освещение именно жизни города конкретно? Нет, также у нас есть влоги, записываем влоги. Это уже ближе к Ютубу, можно отнести к Ютубу. Так, ну вот тогда отойдем немножко от темы нашего города. И меня интересует такой вопрос. Кто, по вашему мнению, самый популярный блогер на сегодняшний день? Вообще Ютубовский, Инстаграмовский, там не знаю, неважно, самый популярный человек в Интернете на ваш взгляд сегодня? В Казахстане или вообще во всем мире? Кого вы смотрите на Ютуб? Кто нравится? Что нравится? Наверное, есть более популярные люди за рубежом, вот на Западе, но, к сожалению… Так все, ладно, не трогай их Запад, мы все время их знаем. Да, мы их не знаем, но что касается России и страны СНГ, я не знаю, ну… Мне кажется, это Иван Гай, я думаю, потому что и официально кажется, он считается одним из самых популярных блогеров на сегодняшний день. А лично сам ты кого считаешь самым таким топовым и тебе нравится больше всего? Честно, я не слежу за блогерами других стран, но в Казахстане очень много их сейчас. Юфрейм, я подписан на них, да, это очень популярные блогеры. Нагимуша, Жека, Доннин Хаус, Шугаренко Стана. Ну, их очень много, да, сейчас нельзя так конкретно определить, каждый из них преуспел в своем направлении. Кто-то более силен актерский, кто-то более юморной, поэтому они все популярные вещи. Спасибо, Анинмар. Ну, хоть вы не сказали, что Запад не нужно трогать, но я… Ладно, все, трогаем Запад. Я смотрю именно, да, иностранных блогеров, которые говорят на английском. Я смотрю Виталий SDTV. Виталий SDTV, имя русское? Да, он родом из России, он родился в России, но в два года переехал в Америку, начал жить в Америке и раскручивать свой. У него сейчас 10 миллионов подписчиков. Ну, для меня я считаю… Это ютубовские блоги? Да, ютубовские блоги. Ну, вот он топовый, хорошо, если по странам СНГ брать? По странам СНГ, ну да, скорее всего. И смотря на количество подписчиков, да, Иван Гай ведет, самое первое место занимает среди русскоговорящих. Ну, я смотрю то, что мне интересно. А что тебе интересно, что у тебя интересует, какие проекты? Ну, различные, не знаю, социальные какие-то, различные пранки, возможно. Вот изначально каждый какой-то проект на том же ютубе, он имел под собой какую-то основу. То есть, его просто придумали рано или поздно. Ключелык пришло в голову, что стоп хам, там, не знаю, впрочем, что-то придумали, сделали. Да, это идея. Как вы считаете, сейчас можно что-то взять, просто придумать и раскрутить это до состояния, там, я не знаю, Иван Гая? Думаю, что можно. Ну, да, действительно, очень просто, мне кажется, стать популярным, но не всегда это как-то в планах. Потому что я как-то смотрел эфир передачи «Вечерний Урган», когда пришел к ним Иван Гай, он рассказывал о том, как он стал популярным. Он просто как-то записал видео о том, что он делает на протяжении всего дня. Потому что, как выяснилось, оказывается, он весь день просто сидит за компьютером, шарится по интернету. И это было кому-то интересно? И это было кому-то интересно. То есть, в основном, ну и в аудитории это девочки-подростки. Подростки. Можно вообще никаких мемов не вставлять, можно просто снимать то, что вы делали. Может, мы тоже обретем какую-то несказанную популярность именно на Ютубе, не в рамках телевидения, мы именно станем ютубовскими блогерами. Также взять вот мисс Кэти, сестренка у меня целый день сидит и смотрит то, как девочки покупают дорогие игрушки, как возят по всем странам. И детей это привлекает. Она сейчас, кажется, занимает второе место по популярности. Никогда не было у вас желания взять телефон в руки, взять селфи-палку, монопод, ходить по городу? Монопод, мы находимся там в парке, в центральном парке города, как Шитала. Да, и вот стать просто успешным блогером на Ютубе. Сейчас нам поступали такие предложения о совместных проектах, давай их сделаем. Почему-то я как-то отказался, не знаю, мне ближе. То, чем занимаюсь я сейчас, а не... Ну, наверное, надо обладать таким-то качеством для этого, таким более раскованным, открытым, чтобы это делать. Нет, нужно иметь желание, наверное, всем этим заниматься. Сейчас есть популярный блогер Дани Копаров, вы его знаете. Просто наш город, как бы сказать вам, не таких больших масштабов, чтобы происходило что-то грандиозное, и совершенно разные люди публиковали бы разные, интересные при этом публикации. Что касается Дани Копарова и как шефе-диаграммы, вообще все мы знаем ситуацию, которая недавно произошла, да, многие из нас были подписаны на этот аккаунт. Как вы относитесь к тому, что его сблокировали? Марк? Если честно, мне все равно, я не был подписан на него. Поэтому я не могу сказать, как я отношусь к этому. Есть какое-то отношение, да? Ну, я здесь не соглашусь, я был подписан на него, действительно было интересно наблюдать за тем, что он делает, и он это делал качественно. Возможно, каким-то людям не понравилось его, как бы сказать, его деяние. Знаем, что блокируют обычно страницы Инстаграма за большое количество жалоб на этот аккаунт. Я не знаю, из-за чего могли пожаловаться подписчики, но почему-то заблокировали страницу. Да, это очень печально, потому что, если не ошибаюсь, около 60 тысяч подписчиков у него было. И она приносила пользу эту страницу. Сами ему были свидетелями того, что, допустим, сегодня люк открыт, на следующий день его закрыли, прорвало трубу, выложили в Инстаграм. Ну, то есть социальное значение определенное имело. Да. Ну, будем надеяться, что у Даника пора все будет хорошо, и рано или поздно страница у вас становится. Здорово, мы сейчас incredible Вайнд сру. Как вы, как вы играете? Наши игроки? Я использую и игроки широким в этом разы. Мы играем в нашего семьяска, куда мы играли в Инстаграм. Это очень очень� applauded. Но я играю в КВН. Спасибо. 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 Мы продолжаем беседовать с нашими гостями. Ребята, скажите, чем вы занимаетесь в свободное от своей интернет-деятельности время? Ну, в свободное время я так же, как и любой другой человек, хожу, допустим, в кино, в театры, занимаюсь спортом. В прошлом я хоккеем занимался, поэтому мне нравится ходить в бурабае, на массовое катание. Ну, много чем, в принципе, занимаюсь в свободное время. Расам, айтили за? Естественно, в первую очередь учеба. Учеба и учеба, да. С утра до обеда я стабильно на учебе, постоянно на учебе. После обеда я посвящаюсь занятиям вокала. Ну, не каждый день, естественно. Три раза в неделю я посещаю областной дворец культуры Кокшито. И я хожу на уроки вокала. И после этого я, наверное, уделяю время и друзьям тоже, потому что одному в одиночку с Инстаграмом, к сожалению, скучно. Приходится и с людьми общаться тоже. Естественно, мы выбираемся куда-то с друзьями, также можем сходить в кино, просто погулять по городу. Обычная жизнь, я не скажу, чтобы я прям зациклен был на том, чтобы отдельное время уделять Инстаграму. Появилось желание записать какую-то новую песню, я отправляюсь, пишу, закидываю в Инстаграм. Это людям нравится, мне нравится, все довольны. Как вы говорите, мне нравится, что они очень рады. Я родственник, это очень рады. Как ты говоришь, что ты уже не делаешь. Но у тебя нет, что ты не делаешь? Как ты не делаешь? Ты не делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Но я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. А у меня была в вокале, в нем был в Арида Шараспайзе. Он не сказал, что он показал сцены. Я не знаю, что он не знает. А в общем, я не знаю, что это из двух моих, именно из других моих моих. Но это нужно было не так это. Какие спорты в Альш-Алпе? Не забывай, а в инфекте? Откоражительность! Я сейчас что-то пересмотрела. Но мне нужно пересмотреть это в то же время. Интересно, как у тебя все получится. Спасибо. 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 Спасибо, Адиль. Ребята, специально для вас есть небольшая наша традиционная рубрика, рубрика вопросов. Мы сейчас не на что перебиваться не будем, я вас сразу предупреждаю. Я вам задаю вопросы, вы отвечаете, выбираете один из двух вариантов, происходит молниеносно. Сначала Марк, потом Адиль. Итак, сначала с одним получается играем, потом со вторым. Марк, первый вопрос, YouTube или Instagram? Инстаграм. Работа или развлечение? Работа. Телевидение или интернет? Телевидение. Книги или фильмы? Фильмы. Клуб или библиотека? Клуб. Ну, по крайней мере, честно. Адиль теперь к тебе вопрос. Рэп или рок? Рок. Спорт или искусство? Искусство. Деревня или город? Деревня. Машина или велосипед? Машина. Ну, тоже, по крайней мере, честно. Мы не совсем за экологию, но получились такие достаточно интересные ответы, которые вас очень хорошо характеризуют. Мы выяснили, что Марк, в принципе, он готов работать, но для того, чтобы, в конце концов, сходить в клуб, а не в библиотеку. Адиль, он готов, в принципе, играть рок и ездить на машине на нем велосипеде. Спасибо, ребята. Ну, и следующий вопрос к вам такой. Что вам больше всего нравится именно в современном искусстве вообще? Что вас интересует в искусстве? И вопрос к Марку, что интересует в бизнесе, в современном? Как эти два понятия преобразовались в 21 веке? Искусство сейчас многообразно, оно совершенствуется. Если раньше были какие-то традиционные направления вокала, и в целом искусство сейчас самые разные направления выходят. И следить за всем, конечно, не успеваешь, но... Да, очень, как вам сказать, сейчас есть популярный певец MD, сформировал какое-то свое направление музыки, очень интересное, людям нравится. Я за прогресс, потому что старые песни, они относятся к определенному поколению, пройдет 10 лет, будет новое поколение, у них будет новая музыка. Все знают, да, все знакомые ситуации, когда старшее поколение говорит в машине, когда что-то играет, все говорят, да как ты это слушаешь, да как это можно слушать вообще-то? Да, нам это нравится, но при этом я не говорю, что старые песни, они плохие, нет, они тоже по-своему хороши, веют каким-то добром, теплом, что ли, и просто спокойно на душе становится, когда ты поешь их, нежели сейчас, это стабильно басы, это темп, который должен раскачать человека. Ну, каждому поколению своя музыка, свое направление, будет это все совершенствоваться, естественно, это не будет стоять на месте, что касается вокала, актерства, рисования и так далее и тому подобное. Спасибо. Марк, что касается бизнеса современного? В бизнесе 21 веке больше всего мне нравится эта доступность, естественно. Даже я в свои 21 год открыл инстаграм, допустим, и могу заниматься бизнесом и быть не хуже, допустим, чем если бы я открыл какой-то магазин. Ну, то есть доступность, легкость, сейчас бизнес, многие бизнесом начинают заниматься. То есть возможности вообще ни с чего начать, ни с чего раскачаться. Да, возможно. Спасибо, ребят, дорогие гости, Жан Сая. Я совсем недавно прочитал об одном очень интересном, очень необычном рекорде. Песню «Диспосита» в исполнении поэтриканского певца Луиса Фонси в сети прослушала 4,6 миллиарда раз, в результате чего она стала самой популярной композицией в мире во всех стриминговых сервисах. Прежний рекорд принадлежал песне Джастина Бибера «Сори», которую в сети прослушали почти 4,5 миллиарда раз. Как известно, творческий потенциал Мадонны поистине безграничный. Поэтому неудивительно, что в книгу рекордов она попала не только как певица, чьи пластинки стали самыми продаваемыми женскими музыкальными альбомами, которые разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров, но и как актриса, сменившая за один фильм самое большое количество костюмов – 85 раз. В данном случае речь идет о роли в мюзикле «Эвито». Филипинские студенты, преподаватели и работники университета Санто-Томас сделали доминиканский крест, который вошел в книгу рекордов Гиннеса. Крест состоял из более чем 20 тысяч человек. Самая низкая машина в мире, высотой 45 сантиметров, автомобиль называется «Мира». Ее собрали студенты и учителя автомобильного инженерного факультета в Асакуче, Япония. 14-метровая пената в форме оранжевой конфетки ММД с тысячами дрожжей внутри. Мировой рекорд на самую большую пенату был установлен в Нью-Йорке. Казахстанская тяжелоатлетка Майя Манезе на прошедшем в Турции в 2010 году чемпионате мира стала чемпионкой мира весовой категории до 63 килограммов. Она установила новый мировой рекорд, подняв толчке 143-килограммовую штангу. Данный результат Майя Манезе вошел в Книгу рекордов Гиннеса. А я напоминаю, что в эфире утренняя программа «Как еще нуры» и мы работаем в прямом эфире. Звоните по телефону 25-21-20 и становитесь участниками диалога. Мы ждем ваших звонков. Найдер сайтасын. Олай болса, аргарай сухбатымызы жалқастырайып. Адел, сегодня мы в студии. Мы приехали в студии и в Сарболиске. Мы ждем вашего времени. Но в данном случае, мы ждем вашего времени. Может, мы ждем вашего катастрофа и мы. Мы ждем вашего рода, у нас, у нас. Куана, Куана. Джон Леджин, американцы. Он говорит о том, что он делает. Актибастырай. Давайте посмотрим. Актибастырай. Бүклден. Бүклден. Бүкл-дүкл. Бүклден. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень красиво Спасибо большое Спасибо 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 Субтитры 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 Спасибо Субтитры 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 Посмотрим Спасибо. Такой вопрос. Как ты относишься к нашему, ты художник, как ты относишься к нашему городу, ты когда-нибудь его рисовал? Да, конечно, я учился в художке, проучился в художке ровно пять лет. За это время было... Что ты только не рисовал? Что я только не рисовал, да. Мы выходили на пленэр, пленэр это когда ты выходишь, как раз рисуешь природу. Часто вот даже в 7 утра, 8 утра мы вставали, выходили на пленэр, рисовали наш город. Ну, здорово. Вот через это я предлагаю тоже показать небольшую зарисовку из жизни нашего города и посмотреть рубрику 5369. Время Великой Отечественной войны каждый четвертый горожанин ушел на фронт. 29 кашитаутцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Шестеро наших земляков стали полными кавалерами Ордена Славы. В сентябре 1941 года в Кашитау прибыл эшелон с эвакуированными рабочими и оборудование Подольского завода швейных машин, который был размещен и запущен на базе существующего в городе механического завода и сразу стал выпускать оборонную продукцию. С августа 1941 года в городе работал авакогоспиталь номер 2447 для воинов Красной Армии. В дальнейшем в городе разместился и спецгоспиталь номер 3602 для раненых немецких военнопленных. С 20 февраля 1932 года по 29 июня 1936 года город Кашитау входил в состав Карагандинской области как районный центр, а Петропавловск являлся его областным административным центром. С 1936 по 1944 год город относился к Североказахстанской области. 16 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР была создана Кашитауская область, и Кашитау стал ее областным центром. После войны городу потребовалось много рабочих рук, и в 1949 году в городе проживало 26 тысяч человек. Стал набирать силу механический и в дальнейшем приборостроительный завод. Сначала он выпускал оборудование и изделия для швейной промышленности. В дальнейшем был перепрофилирован на выпуск высокоизмерительной продукции. В послевоенные годы введены в эксплуатацию кирпичный завод, двухэтажное здание сапожного цеха и другие предприятия мест промо. Но город все равно еще был очень мал. Бурный рост населенного пункта начался во второй половине 50-х годов. В 1958 году начала работать швейная фабрика. В 1959 году вступил в строй завод кислородно-дыхательной аппаратуры, который долгое время был крупнейшим предприятием города с численностью работающих в несколько тысяч человек. С 1954 года в городе стали курсировать автобусы и такси. Были построены здания кооперативного техникума и многих домов культуры. Построена трехэтажная областная больница. Началось многоэтажное жилищное строительство, появилась первая заасфальтированная улица – улица Карла Маркса, ныне улица Абая. Изменилась центральная площадь города, было построено здание Дома Советов. Сейчас в нем размещается Министерство природных ресурсов и охрана окружающей среды. По переписи 1959 года население Кокшетау составляло уже почти 53 тысячи человек. В городе издавалось две областных газеты. На казахском языке Кокшетау «Правда сы», на русском языке Кокшетавская «Правда». С 1944 по 1956 год называлось «Сталинское знамя», в мае 1963 года получило название «Степной маяк». В марте 1960 года город Ленинград взял шефство над Кокшетауской областью, а два крупнейших его района – Дзержинский и Куйбышевский – взяли шефство над городом Кокшетау. К сожалению, время нашего эфира постепенно подходит к концу. И, дорогие гости, у вас есть возможность высказать свои пожелания нашим телезрителям и нам лично. Дорогим телезрителям я хочу пожелать хорошего настроения. Занимайтесь бизнесом, занимайтесь искусством. Подписывайтесь на «Джаз Презис Кокшетау» и «Нав Кокшетау». Следите за событиями. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо, что пришли. Спасибо. 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 Счастливого вам дня. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо.